Девушки отдыхают На бирже я брокер Вы брокер? О, да, можете покататься на моей машине, но только до понедельника Парковку оплатишь? Заплатите, я не могу больше ждать Завтра утром я должен вас выселить Я до сих пор помню, как это было У меня оставался 21 доллар на счету Это был мой последний шанс чего-нибудь добиться Ты должен мне верить, да? Я верю Я получу хорошую работу Где-то тут были заявления для младших учеников Я работал не за деньги, а за возможность продвижения А мама ушла из-за меня? Мама ушла из-за себя И ты тут совершенно ни при чем Пап, куда вы теперь? Я не знаю В прошлом году наш ученик получил на экзамене 90% И его не взяли Это не просто зачет-незачет Вы ведь еще от нас не ушли Джей сказал, что вы очень точны Вы куда? Езжайте в больницу Мне надо на работу Один из вас чего-нибудь добьется Это не собрать Я смогу Да нет, никто не сможет Если у тебя есть мечта Защищай ее Когда люди чего-то сами не могут Они будут говорить, что и ты не сможешь Уилл Смит В поисках счастья Если тебе что-то нужно Возьми это сам И точка Основано на реальной истории Подло Воспользовавшись договором О прекращении огня Враг организовал нападение По всей стране Посольство США в Сайгоне Было атаковано отрядами Камикадзе Кхесань Находится под угрозой захвата Сообщают, что дивизия Северо-Вьетнамской армии Заняла город Хьюэ К югу от ароматной реки Со стратегической точки зрения Вьетнамцы разделили страну напополам Гражданская пресса Мочится в штаны И даже Кронкайт Готовится заявить О невозможности победы Сэр Так что, Энн Маргарет Теперь не приедет? На чьей стороне, сынок? На нашей, сэр Любишь свою страну? Люблю, сэр Тогда будь как все Давай в команду И вперед к победе Есть, сэр Я требую, чтобы морпехи Исполняли мои приказы Как заповеди божьи Мы здесь, чтобы помогать вьетнамцам Ведь в каждом узкоглазом Сидит американец Жаждущий выбраться наружу Это очень жестокий мир, сынок Надо постараться выжить Пока не кончится перемирие Фильм Стэнли Кубрика Цельнометаллическая оболочка АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Он появился случайно Эй, приятель Потерялся? Но иногда в случае Просто нашел его на станции Принести щенка домой И уговорить меня его оставить Завтра утром я выясню Куда точно его везли Может оказаться подарком судьбы Пап, он мне нравится У него есть имя? Да, есть Временный гость Ну-ка, хватай Нет, 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 мяч Он сдурел Нет, щенка уже забыла От режиссера Шоколада и Казанова Домой Эй, Катя Он был тут весь день? Нет, нет Минуты две как пришел Привет, Катя Не нужно больше ждать его Он не вернется Фильм, основанный на реальных событиях История верной собаки Эй, Катя Ставший символом Это случайно не тот пес, о котором все говорят? Вечной преданности и дружбы Он приходит на свое место В свое время Каждый день Можно сделать плохой сюжет Ричард Гир Джоан Ален Эрик Авори Джейсон Александр Хатико Самый верный друг Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шпилот, шпилот! Шпилот, шпилот! Шпилот, шпилот! Шпилот, шпилот! Шпилот, шпилот! Вот что вы должны знать обо мне. Я обеспечиваю весьма необычный вид безопасности. Безопасность в подсознании. То есть во сне. Фильм режиссёра «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана. Мистер Кобб желает обсудить работу, которую хочет вам предложить. Работа обычная? Не совсем. Мы создаём мир снов. Приводим туда человека. И он наполняет этот мир своими тайнами. Затем вы находите их и крадёте? Ну, дело, конечно, не совсем легальное. Этот приём мы называем «Начало». Я готов. Кажется, я нашёл выход. И это последнее задание. Шанс им воспользоваться. Леонардо Ди Каприо. Сны более чем реальны, когда мы в них находимся. И только проснувшись, осознаём, насколько они необычны. Ваше сознание... Ответственность была на тебе. Ты не готов! Может стать местом преступления. Зон рушится. Всё под контролем. Что же тогда было бы без него? Начало. Единственным другом. Мама говорила, что чудеса случаются каждый день. Не все с этим согласны, но это так. Эй, придурок! Ты больной или притворяешься? Я Форест Гамп. Убегай, Форест! Беги, Форест! Беги, скорее! По велосипедам! Догоним его! Держись, Гамп, не уйдёшь! Беги, Форест! Беги! Беги, Форест! Беги, Форест! Беги! 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 Беги, Форест! Беги, Форест! Беги, Форест! Но я бежал быстрее ветра. С этого дня, куда бы я ни направлялся, я бежал. Девушки отдыхают. Это твоя жизнь, и её конец приближается с каждой минутой. Давай, бей, пока у меня терпение не вышло. Чёрт, да не в ухо же! Эти слова вертелись на языке у каждого. Можно я буду следующим? Мы дали ему имя. Господа, добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе. После вступления в бойцовский клуб все мы увидели жизнь в ином свете. Тебе придётся любить меня всю ночь. Она всё испортила. А тебе не нравится, да? Нет, ты чё, вообще нет? С детства телевидение внушает нам, что однажды мы станем миллионерами, кинопродюсерами и рок-звёздами. Это враньё. У нас был клан. Каждый из вас получает домашнее задание. Задача — устроить драку с незнакомцем. Зачем вы так? Но вы должны проиграть. Это больно. Брэд Питт искал способ изменить свою жизнь. Ты его нашёл. Эдвард Нортон. Я остановлю тебя. Всё уже началось, так что заткнись. Что это за безумная игра? О, боже. Не выйдет. Это уже слишком. Когда всё кончится, ты ещё скажешь мне спасибо. Как думаете, босс, если человек искренне раскаивается в совершённых грехах, он может после смерти получить шанс вернуться в то время, когда он был действительно счастлив? Может, это и есть рай? Я думаю, так оно и есть. От режиссёра Побега из Шоушенка Джон Кофи, судом присяжных вы приговорены к казни на электрическом стуле. Приговор судей окончательный и в данном штате обжалованию не подлежит. Вопросы есть? Вы оставляете свет включённым после отбоя? Я знаю психопатов и насильников, мистер Хабберсмит. Я вижу их каждый день. В Джоне Кофи нет никакой злобы. Потому что поблизости нет маленьких девочек. Джон Кофи – убийца! Я сомневаюсь, что он был к этому причастен. Возьмите мою руку, босс, и всё увидите сами. Это настоящее чудо? Я сомневаюсь, что Бог мог вложить подобный дар в руки человека, убившего ребёнка. Вы мне приснились. Мы нашли друг друга во тьме. Он как будто с небес свалился. Чудеса – события загадочные. Предугадать их невозможно. А когда они случаются в таком месте, как это, их сила поражает вдвойне. Я расскажу вам историю чуда, произошедшего там, где я работаю. На Зелёной Миле. Зелёная Миля. Сегодняшний день войдёт в историю. Его будут помнить через много лет. Молодые будут спрашивать про этот день. Сегодня вершится история, и вы вошли в неё. 600 лет существовал еврейский краков. Подумайте об этом. Но сегодня вечером эти шесть столетий канут в небытие. Их никогда не было. Мы вершим историю. Говорят, у вас не умирает никто. Ваш завод – просто рай. И ещё говорят, что вы очень хорошие. Кто говорит? Все говорят. Я мог бы спасти ещё больше. Кто спасёт одну жизнь, спасёт весь мир. Когда-то всё это должно кончиться. КОНЕЦ 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 ДАМЫ И ГОСПОДА Когда получаешь пожизненный срок, именно жизни лишаешься. Я верю лишь в две вещи. В дисциплину. Помогите! И в Библию. Здесь ты обретешь и то, и другое. Энди попал в тюрьму Шоушен в 1947. За что ты ее убил? Я не убивал, раз уж на то пошло. Здесь все так говорят. Нет. Признаюсь, Энди меня не впечатлил, когда я впервые его увидел. Но он был удивительно спокоен. Его движение, речь, все это было необычно для нашей среды. Забудь о том, что в мире есть места, несознанные целиком из камня. Но у тебя внутри есть то, что им не подвластно. О чем ты? О надежде. Вот что я тебе скажу, друг. Надежда — опасная штука. Ты задерживаешь меня, Дюфрейн! Надежда может свести с ума. Надеюсь, ты заболел или сдох там, иначе держись! Лучше привыкай к этой мысли. О, Боже! В конце концов, выбор остается небольшой. Делай все, чтобы жить. Или все, чтобы умереть. Делай все, чтобы жить. Или все, чтобы умереть. Он был прав, черт подери. Побег из Шоушенка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова